Всего два с половиной часа умеренной физической активности в неделю и можно повысить иммунитет и продлить свою жизнь. Однако золотому спортивному правилу следуют далеко не все, особенно в новогодние каникулы. Но праздники закончились и самое время приводить себя в форму. Как это сделать безопасно и без вреда для организма, нам сегодня расскажет врач по спортивной медицине высшей категории Елена Владимировна Мельниченко. Елена Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, как начать возвращать себе физическую форму после Нового года? Ну, все должно быть просто, доступно, легко и не обременять вас какими-то правилами. То есть нужно просто, во-первых, нужно вернуться к своему обычному режиму. Возможно, ваш режим двигательной активности, он намного превышал те рекомендованные Всемирные организации здравоохранения, два с половиной часа умеренной двигательной активности. Вот. Нужно к нему возвращаться. Возвращаемся постепенно. Организм расслабился за 10 дней, ленится. Поэтому начинаем с самого простого. Пройтись чуть дольше, чем в те праздничные выходные дни, которые у нас были. Если вы их провели, скажем, дома, без физической активности, ну, значит, будем гулять чуть дольше. На остановку раньше выходить, подниматься на свой этаж пешком. Если есть животные, то прогуливать их подольше, да, устроить им праздник определенный. Возможно, вы их пренебрегали в выходные и праздничные дни. Вот. Можно добавить какую-то двигательную активность, которая, ну, совсем-совсем примитивная. Так называемая наша утренняя гимнастика. Почему бы Новый год не начать с привычки к утренней гимнастике? Ничего особенного не требуется. То есть это обычные движения, которые мы выполняем в быту, только их нужно выполнять с большей амплитудой, чем обычно. Если потянулись, да, то сильнее потянулись, повторили два-три раза, подышали чуть поглубже, да, вот, какая-то ходьба на месте, пожалуйста, с высоким подъемом коленей. Перед тем же телевизором, допустим. Перед тем же телевизором, да. Пересесть с кресла, может быть, вот, на надувные фитнес-мечи, которые позволят больше энергии тратить во время просмотра телепередачи, позволят сохранять осанку, да, более ровной и правильной. То есть это простые вещи, даже дыхательные любые упражнения, которые вы дополните, вот, свои какие-то, либо, может быть, перерывы на работе, вот, либо утреннюю гимнастику, либо, может быть, вечерние какие-то, вот, такие, вечернюю активность добавите туда, дыхательные движения глубокие с подъемом рук, да, оно тоже принесет много пользы. То есть сразу бросаться в омут с головой не нужно, начинать постепенно необходимо, чтобы не навредить своему здоровью. Конечно, конечно, рывки никогда никому не приносят пользу. Даже профессиональные спортсмены после вынужденных перерывов, каких-то связанных, как обычно, там, с травмой или с каким-то неподходящим состоянием здоровья, ну, никогда не приступают к тем нагрузкам, с которых они ушли. Естественно, постепенно нужно входить в нагрузки, иначе организм отзовется тревожно. То есть 10 дней, если провели лежа на диване, то, возвращаясь к рабочему режиму, три раза в неделю не нужно идти и заниматься в зале после такого длительного перерыва? Ну, почему? Три раза в неделю достаточно. Ну, понимаете, можно заниматься и шесть раз в неделю. Интенсивность тоже имеет значение. Можно заниматься малоинтенсивными нагрузками, да, можно сразу высокоинтенсивно. Можно и за раз в неделю так интенсивно 40 минут позаниматься, что потом потребуется медицинская помощь. Вот. Все должно быть постепенно. Нужно ориентироваться на свои ощущения. То есть состояние утомления все свое представляют. То есть физическая нагрузка дозируется по таким признакам, как учащение пульса, углубление дыхания, появление пота, да, есть потоотделение или нет, и отдышка. Вот самая комфортная, умеренная нагрузка – это та, при которой вы можете разговаривать со своим, там, партнером, да, с кем вы занимаетесь спортом. То есть если вы свободно разговариваете, выполняете любые двигательные действия, там, хоть вы приседаете, там, гладите белье, или вы гуляете, все что угодно, или катаетесь даже на коньках, но при этом можете свободно разговаривать, это значит, что нагрузка умеренная, и вы ее можете выполнять достаточно длительно. То есть 30 минут, час в день – этого достаточно. Если вы через 10 минут уже задыхаетесь, говорить не можете, да, то есть не хватает воздуха, подхватываете ртом, ну, значит, эта нагрузка для вас конкретно, она интенсивная. И интенсивная нагрузка не должна продолжаться, ну, ни 30 минут, ни час. А если вы чувствуете, что она стала для вас интенсивной, значит, вы так 10-15 минут интенсивное упражнение выполняете, а потом ее надо снижать, комфортно переносить. – Расскажите нам, какие виды активностей помогают нам, помогают нашему здоровью окрепнуть? С ходьбой все понятно, это полезно всем, но, может быть, те же зимние виды спорта, лыжи, что посоветуете? – Ну, во-первых, любой вид двигательной активности, он полезен. То есть любое движение полезнее, чем недвижение. Поэтому, если нет возможности заниматься там лыжами или коньками, ничего страшного. Даже любая работа по дому, если летом это там какие-то сад, огород, это очень полезно. Ходить по лестнице полезно, прогуливаться с животными полезно. Но если говорить о пользе именно физических упражнений, то полезны циклические нагрузки. Циклические – это как раз ходьба, бег, плавание. То есть то, что повторяется циклами работы. Плюс эта нагрузка, как правило, бывает аэробная. То есть та, при выполнении которой не возникает кислородного долга. То есть столько, сколько нужно мышцам кислорода, столько мы можем потребить и усвоить организм. А офисным работникам что порекомендуете? Не после работы, а вот во время. Обеденный перерыв, пообедали и остается какое-то время. Как можно себя занять активно? Прогулка. Если есть возможность прогулка. Если нет возможности прогулки, значит ходьба по лестнице. Пожалуйста, поднимитесь. Если у вас 2-3 этажа даже здания, поднимитесь 3-4-5 раз. Если у вас чувствуете, что стали задыхаться и не хватает вам уже вдоха, значит надо остановиться. Можно сделать комплекс банальных физических упражнений. Можно приседать. Даже приседать просто у стула или у кромки стола. Поделать упражнение, так называемое, из комплекса физкульт-минутки. Подтянуться. Очень важно для офисных работников тянуться вверх. Когда мы руками тянемся, все позвонки наши, все крупные суставы, когда они получают нагрузку, улучшается их состояние. Также круговые движения плечами. Элементарные движения. До обеда же, верно, все-таки сделали. Ну, конечно, я думаю, что это до обеда. Может быть, где-то в офисе какие-то теннисные столы есть. Возможно, такое. То есть такие вот игры малоподвижные. Ну и обычная прогулка. Это самое важное. Если есть возможность выйти из офиса днем, ну, это надо сделать. И как раз после обеда-то это будет и неплохо. Ну, а движение лучше, наверное, распределить, там, не 20 минут делать какие-то упражнения, а распределить по 5 минут, там, на несколько часов. Будет очень полезно. Расскажите нам, к чему приводит низкая физическая активность? Наверное, сейчас она у большинства из нас. После новогодних праздников. Ну, если не брать глобально, да, что возникает риск, высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертоническая болезнь, даже различных видов онкологических проблем возникает из-за низкой физической активности. Вот. Даже если не брать вот эти глобальные проблемы, сахарный диабет второго типа, вот, то нужно помнить, что физическая нагрузка, она всегда, даже минимальная, она приводит к улучшению психики человека. Повышается настроение, улучшается сон, все обменные процессы приходят в активность, да. Это, любая физическая активность позволяет нам поддерживать наш энергетический баланс, контролировать вес. Вот. Но я думаю, что вот это хорошее самочувствие, вот это чувство подъема, радости, которое возникает у людей после прогулки, я думаю, любой может вспомнить, это не обязательно прогулка в лес, это даже вот вы вышли, просто прогулялись, вы даже пошли в магазин, ну, сделали там какой-то круг, зашли в какой-то сквер, вот, вернулись, у вас другое настроение, у вас легкие, глубоко дышат, да, цвет лица красивый, и улыбка на лице появляется. Вот эта вот мышечная радость, вот это состояние тонуса, оно от минимальной физической нагрузки появляется. Поэтому его надо, вот эти положительные моменты, их надо ловить. Как вы оцениваете физическую активность жителей Барнаула? Насколько мы продуктивны в спорте? Ну, видите, у меня специфическая деятельность, да, я вижу очень много спортсменов, по моим ощущениям, что из года в год все-таки физическая активность барнаульцев и вообще наших жителей Алтайского края, она все выше и выше. У нас очень много молодежи и взрослого населения занимается физкультурой и спортом. Мы много с вами видим людей с палочками для скандинавской ходьбы, да, вот если вспомнить, там лет пять назад, мне кажется, гораздо меньше. В парке изумрудный их очень много. Вот у нас тропа здоровья, посмотрите на нашу тропу здоровья. Ну, я считаю, это просто гордость, потому что лыжников очень много сейчас. Лыжники, летом, велосипедисты, да, люди просто ходят, гуляют. Вот вы посмотрите, сколько машин, да, припарковано. То есть люди приезжают для того, чтобы подвигаться. Ну, мне кажется, у нас все лучше и лучше из года в год. И у нас очень много для этого различных возможностей, да, парки наши вот улучшаются, появляется много возможностей этой двигательной активностью любой заниматься. Сколько площадок открываются, да, умные стадионы сейчас в школах, где можно заниматься также вот там и любой игрой в мяч, хоть просто футболом, волейболом, вот, ну, каким-то другим подвижным. Сколько у нас появилось, да, каких-то велосипедов, самокаты, конечно, нельзя их назвать такими вот уж активными. Ну, тем не менее, как бы это тоже как определенный вид активности, да, где-то. Ну, мне кажется, я оцениваю очень хорошо. Тем не менее, процент спортивно-ленивых, он тоже присутствует. Что посоветуете такой категории людей? Может быть, завести домашнее животное, чтобы выходить с ним на прогулку? Или еще какие-то моменты? Да что советовать? Надо пробовать, надо действовать. Надо начать. Начинать проще всего. Ну, вот правда, самая доступная вещь – это прогулка. А если человек, ну, не выходит из дома, работа – дом, работа, заказывает доставку продукта из магазина, старается по минимуму выходить из квартиры, как его мотивировать? Ну, ему надо попробовать вот это ощущение, которое появляется после физической активности. Потому что забытое это ощущение, ну, его ничто не вернет. Все-таки все, что можно делать дома, используя какие-то тренажеры, это ограничивает человека. Прогулка на свежем воздухе, когда у нас нет стен, да, у нас нет потолка, когда наше панорамное зрение и мышление вот развивается, да, такое. Вот это очень полезно. Нужно выходить, нужно себя заставить. Ну, как, мы же себя преодолеваем в чем-то, ну, значит, в этом можно. Если нет возможности, да, ну, у человека какие-то ограничения в состоянии здоровья – это другой вопрос. Но для этого, конечно, могут помочь тренажеры. Ну, на самом деле, наверное, сила воли, характер, ну, какая-то внутренняя мотивация. А низкая физическая активность может приводить к психологическим заболеваниям, той же депрессии? Конечно, конечно. Ну, может быть, это не единственная причина, но я думаю, что вот на примере людей, о которых вы говорите, которые вообще стараются не выходить. У меня есть, к сожалению, такие знакомые. Да, да. Я думаю, что там компонент вот этого отсутствия движения, отсутствия, ну, достаточно, даже недостаточно минимальной двигательной активности, она однозначно может быть причиной таких психологических проблем. То есть наверняка в практике вы тоже сталкивались с такой категорией людей, которые впадают в это депрессивное состояние из-за отсутствия активности. Ну, может быть, наоборот. Есть люди, которые, услышав рекомендацию врача о том, что нужно гулять, нужно ходить, они видят этот положительный момент и отмечают, если, допустим, это даже для контроля веса, да, рекомендация была дана, они отмечают, что появляется очень хорошее самочувствие, чувствуют вот этот прилив энергии, сил. На лечебной физкультуре у нас очень часто, когда приходят пациенты после каких-то травм, которых их сильно в бытовом плане ограничили. Ну, например, правая рука травмирована, да, то есть, представляете, да, половину обычных действий нужно делать левой рукой, это вызывает напряжение внутреннее ощущение себя неполноценным человеком. Начиная заниматься лечебной гимнастикой, да, они, ну, во-первых, увеличивают функциональную возможность этой травмированной конечности, во-вторых, они, ну, получают вот этот заряд ощущения себя всесильным, да, вот этого положительных эмоций. Вот там мы однозначно можем увидеть, как тревожность, депрессия, вот этот вот не очень хороший настрой на, может быть, неблагоприятный результат своего лечения, вот он пропадает очень быстро, особенно в групповых занятиях. Интересно, ходьба, она способствует похудению? И если да, то, может быть, как раз замотивирует наших зрителей, вот насколько можно похудеть в неделю? Конечно, как любое циклическое движение, любые циклические упражнения, ходьба способствует похудению. Способствует, конечно, может быть, не соблюдая режим питания, очень сложно добиться каких-то результатов, но ходьба – это циклическое движение. Если у нас ходьба в умеренном и интенсивном режиме, да, то есть когда мы так чувствуем усиление обменных процессов, то есть у нас углубляется дыхание, да, где-то легкая потливость появляется, то есть мы уже там сбиваемся с ритма разговора, то есть переходим на интенсивный. Но если такая ходьба будет в течение 40 минут, то после 30-й минуты начнется как раз тот самый липолитический эффект, да, который способствует уменьшению веса. Елена Владимировна, спасибо вам большое за разговор. Я надеюсь, что он был очень продуктивным для наших телезрителей и полезным. А я напоминаю, что у нас в гостях была Елена Владимировна Мельниченко, врач по спортивной медицине высшей категории. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!